Пока Диана подключается, расскажу, что к Диане я попала где-то 13 лет назад на мастер-класс о деньгах. И так я осталась. Я ходила в Киеве на мастер-классы, ездила с Дианой на различные выездные тренинги. Подключаю. Ура! Привет! Привет! Привет, Сим! Отлично! Ты рассказывала, как ты ездила на выездные тренинги. Ездила с Дианой на выездные тренинги, как клиент вначале, конечно, много лет подряд на Кипр, в Черногорию, в Испанию, то есть в различных местах. И, собственно говоря, так я тебя встретила. Чем необычно Диана, так как здесь есть аудитория, которая может быть еще с тобой не полностью знакома, эти счастливчики сейчас тебя узнают, с доступностью передавания информации совершенно разными языками. Ну вот я рассказываю свой опыт, свой отзыв. То есть так как Диана ездит уже, наверное, лет 10 в университет, единство это может быть духовный язык, это может быть язык бизнеса, потому что Диана и бизнес-мастер, и духовный мастер, и женский мастер, и коуч, и психолог, и все, что может быть сегодня. Все инструменты, которые лично я знаю, какие есть у нас в арсенале, всеми владеет Диана, поэтому очень удобно, очень понятно всегда. И, конечно, уже не побоюсь этого слова, что у тебя есть сверхспособности, которые ты сегодня просто подкрепляешь этими инструментами. Так я это вижу. Вот. И сегодняшнюю тему я назвала «Включение в жизнь». Это, мне кажется, весь первой необходимости сегодня. И что ты думаешь по этому поводу? Вообще, конечно, это тема, которая нужна 24 часа в сутки и в мирное время, точно так же, как и в военное, и точно так же, как во времена кризиса. Но кризис, в общем, я буду говорить слово «кризис», подразумевая и войну, и дефолты, и смену правительства, и какие-то критические явления природы, когда люди попадают в эпидемии или попадают в цунами. В этот момент, когда мы попадаем в кризисную ситуацию, оказаться живым или оказаться в состоянии живым – это единственный способ выжить. И вот здесь мне хочется сейчас показать вот эти две великие парадигмы, которые существуют внутри каждого человека. И я буду говорить на очень разных языках. Ты меня, пожалуйста, вопросами направляй куда тебе будет угодно. И читай вопросы девчонок, мальчишек, которые будут с нами сейчас в чате. Итак, две великие парадигмы, которые живут внутри человека. Если говорить не языком эзотерики, а языком нейрофизиологии, то у нас есть два стремления. Стремление жить. И это стремление жить, желание жить, оно пробуждает, активирует выработку гормонов жизни, в первую очередь дофамина, ну там дофамин, окситоцин, серотонин, ацетилхалил и эндорфин. Вот желание жить проявляет, активизирует эти гормоны жизни. И у нас есть другая парадигма – страх умереть, страх смерти, который вырабатывает гормоны, гормоны смерти. В основе лежит гормон стресса, гидрокортизол. И вопрос, куда мы направляем своё внимание, то есть единственное, где у нас есть свобода воли, это куда я буду направлять своё внимание. Если я держу себя в состоянии, что я хочу жить, я думаю о жизни, я желаю жить, я мечтаю о жизни, я ощущаю себя живым, у меня вырабатываются гормоны жизни. Если я кормлюсь, то есть если я сознательно держу, тут самое страшное, что я хочу сейчас привнести в этот наш разговор, что мы сами держимся за страх смерти, потому что страх смерти шепчет нам на ухо, что если ты будешь держаться за меня, если ты будешь бояться смерти, то смерти не будет. Типа, ну, я вот боюсь смерти, я этого боюсь, я этого боюсь, я это ненавижу, здесь я прячусь. И ум говорит, ну, бойся всего, и тогда ты останешься живым. И что происходит со мной, когда я нахожусь вот в этом желании жить? Моё тело, моя чувственная зона и моё сознание, они питаются дофамином, гормоном жизни. И мозг вырабатывает решение, ищет возможности, чтобы жить. Это значит, хочу прямо коротенькую такую крохотную лекцию здесь показать, у нашего мозга есть так называемая сетка целей. Это очень красивый процесс, который виден на МРТ. Например, я хочу жить, я начинаю какие-то, ну, то есть вырабатывается гормон жизни, он попадает в какие-то участки мозга, и эти участки мозга между собой в какой-то хаотической, никому неизвестной комбинации соединяются. Мы что-то сознательно понимаем тут, тут и тут, а всё остальное, вот эти связи, появляются на бессознательном уровне. Мы даже не знаем, каким образом они соединятся, но они соединяются по принципу конвергенции частот. То есть на уровне гормонов жизни, например, этот участок мозга работает сейчас на частоте 24 кГц, этот работает на частоте 24 кГц, и они соединяются между собой, потому что работают на одной частоте. И по дороге они включают ещё всех, все участки мозга, которые хотят жить, то есть в которых записана программа о жизни. И мы никогда не узнаем, кто, кого по дороге они включили. И там появляются, знаешь, как зажигаются, вот тут был свет, горел и тут. Они друг друга нашли, скорость, которую они друг друга находят, одна сто тысячная секунды. И они друг друга находят, и между собой появляются, загораются ещё миллионы нейронов мозга, которые питаются дофамином, активизируются, и нам в голову приходят классные идеи. То есть это идея, как остаться живым, идея, как себя проявить, идея замереть и никуда не выйти, идея что-то сказать. Или навыки просыпаются, если сейчас нужны навыки, которые были у твоей бабушки, прабабушки, прапрабабушки, прапрабедушки, или знания, которые, помнишь, фильм «Леонид и Струщок»? Поднимаются нужные знания, нужная информация, вспоминается нужный номер телефона. Боже, а у меня же там лежат деньги, а тут у меня вот это. То есть активизируются знания, понимания, опыт, знания, умения, навыки, которые связаны с выживанием. Точно так же по этому же принципу работает вторая парадигма – страх смерти. Я сжалась, я нахожусь в этом страхе смерти, вырабатывается гидрокортизол, он поднимается в моё тело, он поднимается в мою чувственную зону, он поднимается в мой мозг, и активизирует, ну, один участок мозга, ну, где был страх умереть, другой участок мозга, и они между собой точно так же создают сетку целей, как мне можно умереть разным способом. Я начинаю видеть врага там, где его нету, я начинаю проливать одежду, проливать на одежду пятна, я забываю документы, я беру, знаешь, как, ну, какая-то кризисная ситуация, я хватаю ребёнка, самовар, тапочки, ну, и выскакиваю на улицу, а где твои документы, где твои драгоценности, я забыла. То есть включаются программы, которые мне помогают умереть, помогают попасть в ещё, в ещё, в ещё, в ещё одну кризисную ситуацию. И вот эта притча про то, какого волка вы кормите, про то, какого волка мы кормим, потому что тут нету, ну, вы, мы все находимся в одном поле. Это очень важно сейчас тоже сказать, сейчас я прямо эту тему сюда кину, у нас есть только единое поле сознания, нету поля украинского, русского, американского, ну, там, у нас есть единое поле сознания человечества, которое наполнено, ну, как стрессом, как, ну, желанием умереть, так и желанием жить. И если мы в это поле вбрасываем, ну, всё больше и больше страха смерти, усиливается общечеловеческая, ну, возможность умереть, которая проявляется и в природе, и в локализации какой-то, какой-то агрессии, и в проявлении каких-то неправильных поступков со стороны людей, которые находятся абсолютно далеко от зоны военных действий. Поэтому фраза о том, что, когда говорят, вы не знаете, что мы чувствуем, мы здесь, ну, в каком-то очень напряжённом месте находимся, а вы там, ну, там, в раю, они не работают, потому что, то есть на уровне физическом, это правда, на уровне физическом, я говорю сейчас про то, как работает, ну, сознание, как работает, ну, наше внутреннее пространство. Во внутреннем пространстве невозможно находиться в состоянии расслабления, неконтакта с тем, что сейчас, ну, поле сознания бомбардируется, ну, такой большой, ну, агрессией, таким большим напряжением. И точно так же поле сознания в эту же секунду бомбардируется огромным количеством невероятно красивых событий, красивых состояний. И мы с тобой говорили об этом, что это существует, оно существует не параллельно, оно существует одновременно в одном и том же мире. И... Это просто... Можно я скажу? Что за счёт вот этого контраста его так сильно стало видно, то есть ты едешь, происходит ужас, а ты любишь людей. И вот этот контраст, он просто, ну, вызывает вот эти слёзы, какое-то совершенно другое состояние, конечно. Мне хочется здесь, в эту минуту, показать, что из одного и того же города в один и тот же момент времени из-под бомбёжки может эвакуироваться два человека. Один находится в состоянии страдания, другой находится в красивом состоянии. И они будут проходить один и тот же опыт. Они будут ехать в одном и том же автомобиле, они будут, ну, проходить одни и те же блокпосты, но одно и то же напряжение. И в это же время один будет видеть этот мир как что-то прекрасное, он будет замечать помощь, поддержку, он будет замечать, что у машины заканчивается бензин, а машина едет на честном слове и на одном крыле. И в этот же момент, в этом же автомобиле другой человек может переживать огромное напряжение, стресс, страх, ужас, замечать и фиксировать факты напряжения, факты агрессии, факты опасности. И эти два человека будут, находясь даже в одном автомобиле, будут жить в абсолютно двух разных реальностях. Понимаю. Итак, какие две мысли мы сейчас с вами взяли во внимание? Первая мысль, или первая истина, что есть два состояния сознания, красивое состояние и состояние страдания. И находиться в состоянии страдания это наше решение. Это привычка страдать. Я знаю, что вы сейчас можете быть очень взъерошены или очень удивлены или, может быть, обижены или даже агрессивно настроены, когда я буду вам это говорить, но это не поменяет истину. Это не то, что я начала рассказывать 24 февраля. Это то, с чем мы познакомились с Анютой там 13 лет назад. Это то, что я знаю и рассказываю, ну, 27 лет. Это то, что приводит компанию к победе. Например, компанию приносит к хорошим доходам, когда сотрудники во главе с шефом находятся в красивом состоянии сознания. Или компанию разрывают изнутри и компания сама себе создает проблемы. То есть это работает как в мирное время, так и во время кризиса. Как это работает, мне сейчас хочется дать чуть больше внимания вот в это состояние страдания. Оно наступает помимо нашей воли. Мы не вызываем страдания. Вот тут, ну, мы все, ну, святые. Нету человека, который специально у себя выкапывает, но это страдание. То есть ему было хорошо, и он посидел и подумал, что-то мне слишком хорошо. Что-то мне, не знаю, вот, что-то мне слишком тут спокойно. Я сейчас буду страдать. Ничего подобного. Ничего подобного. Оно не так наступает. Нам было хорошо, мы были в красивом состоянии, и в какой-то момент обязательно ли, чтобы это был вызов со стороны жизни? Нет. Это может наступить на ровном месте, это может быть реакцией на вызов, который, ну, бросила жизнь, это может быть, ну, реакция на информацию, это может быть, ну, какое-то время, как говорил великий основатель транзактного анализа, что это может быть просто синдром годовщины, там, что 8 марта, ну, когда-то вас не поздравили, ну, или маму еще не поздравили, и 8 марта, вот 8 марта человек начинает, ну, у него включается страдание, которое начало из прошлого. То есть причина, откуда, ну, поднимается страдание, мы его не поднимали. Это еще раз, это может быть вызов, это может быть внутренняя какая-то парадигма, но мы его сфотографировали, о, и вот здесь начинается, девчонки, мальчишки, наше с вами творчество. Мы попали в страдание, и мы в эту же секунду имеем возможность осознать это. Я страдаю? Да. Что происходит с нами, когда мы делаем эту кровь, когда мы остановились? Это называется, ну, остановиться, ну, сделать паузу. Что с нами происходит, когда мы осознали, что я страдаю? Происходит страшное дело, но не для нас, а для страдания. Страдание, его сила в том, что оно идет из бессознательного. Мы его не фотографируем, не осознаем, не иллюстрируем, не говорим ему, что ты страдание. Мы его принимаем на свой счет. И когда я говорю себе, я страдаю, в этот момент происходит уже первая локализация страдания внутри меня. Этот шепот, который только начался, этот ужас, который только начал подниматься, этот страх или эта ненависть, ну, короче, все, что потом будет вызывать мое, ну, жуткое страдание, он начинается в виде капельки яда, который психика тут же фиксирует. И если у меня есть опыт, если у меня есть привычка осознавать себя, вот этот вопрос, я страдаю? Да. В эту же секунду 50% силы этого страдания заканчивается. Его способность влиять, ну, растекаться, заполнять, ну, с собой все участки мозга, его способность, ну, становиться, ну, остановиться, останавливается. Страдание ушло? Нет, страдание не ушло, но оно остановлено. Второй вопрос, который я задаю себе, как вы понимаете, что я сейчас делаю? Я вас учу, как с этим работать. Второй вопрос, который я себе задаю, а вопрос задает сознание, и этими вопросами оно светит в бессознательное, где находится темнота, сплошной мрак, там что-то очень хорошее бывает, бывает что-то очень плохое, но там точно нету света сознания. Второе я спрашиваю, а где у меня это в теле? Ой, это у меня в сердце, это у меня в горле, это у меня в голове. И этот второй вопрос, где у меня находится моё страдание, оно локализует уже это страдание, уже в теле, не даёт телу сжаться, не даёт телу включиться и начать делать действия, которые будут обслуживать это страдание. Например, вот сейчас у меня такое включается страдание, это пример пока, такое страдание, я боюсь, что у меня ничего не получится. Я вот куда-то еду или у меня сейчас какие-то новые проекты и новая реальность, мне нужно сейчас начать что-то новое, я боюсь, что у меня ничего не получится. Если я осознала, у меня есть страдания? Есть. Где это в теле? Нет, там в животике. Да, там такое всё сжалось, те, кто разбирается в психосоматике, как Аня, знают, что по тому, где локализуется страдание, можно очень легко определить, какая гормональная система перестанет работать на жизнь, а станет работать на смерть. Например, если это в животике, то это поджелудочная железа, которая вырабатывает гормоны, которые способствуют доминированию другими людьми, не дают другим идеям, другим поступкам, другим людям доминировать над нами. То есть оно приводит и к деньгам, и к успеху в социуме, и к замужеству в частности. Это когда хорошо работает наше поджелудочное. Если там включится норадреналин, то поджелудочное перестанет вырабатывать эти гормоны доминирования и включит гормоны подчинения. Мы будем слушать все, что нам говорят, мы не будем критичными, мы будем подчиняться, независимо от того, любит этот наш человек, заботится о нас или не заботится. Или там локализация, не знаю, в сердце, или локализация в голове. Это будет каким-то образом влиять на мою гормональную систему, и мое тело начнет, если мы говорим про животик, мое тело начнет вести себя. Вам не видно, да? Сейчас я пытаюсь сделать вот это вот. Она становится рабом. Скукоживаются плечи, опускаются руки, опускается взгляд. Третий вопрос, который я задаю себе. Итак, первый был вопрос. Я страдаю? Я страдаю. Где это в теле? Это в теле вот здесь. Третий вопрос я спрашиваю. Ну, форма, цвет, размер. Я вынимаю это страдание из себя, как будто бы во внешний мир, и бомбардирую свое страдание осознанием. И мой мозг выполняет мои приказы. Форма, цвет, размер – это разные участки моего мозга начинают сканировать и ограничивать это страдание, то есть некой формой, неким содержанием. То есть сознание проникает в эту биомассу, которая пыталась только что выплеснуть в меня нечто убивающее меня. Форма, цвет, размер – вес. Вес. Очень хорошая подсказка для тех, кто будет делать это впервые. Сейчас, когда идут такие глобальные тектонические сдвиги в сознании всего человечества, мы будем часто находиться в такой, так же это по-русски сказать, короче, мы будем брать чужие чувства, да. Мы будем брать, это будет не только наше чувство, а это может быть чувство рода, может, чувство его человечества, это может быть чувство там всего народа, с которым я себя идентифицирую. И я заметила, что когда вот этот вопрос задаёшь, вес, сколько оно весит? И если он весит 10, 20, 30, 40 килограмм, то есть меньше веса вашего тела, это будет ваш опыт. Но я последние, ну, две недели, это даже нет, последние 10 дней я вынимаю такие вещи, которые там 10 тонн, 40 тонн человек говорит. Это значит, что это не только его опыт, это не только он своё страдание хапанул. Он сейчас прорабатывает или может проработать, но страдание, ну, какое-то огромное количество людей. И вот форма, цвет, размер, вес. И мы видим это что-то перед собой. Что в этот момент происходит с нами? Происходит невероятная интересная штука. Я начинаю на это смотреть, как на что-то отдельное от себя. Я с этим перестала или перестал идентифицироваться. Я попал в позицию наблюдателя, даже не имея сознания наблюдателя. Я просто, ну, сама формула, сама практика заставляет меня на это смотреть со стороны. Я спрашиваю дальше, какие чувства есть у этого, ну, там, не знаю, это такое облако, оно белосерое, оно внутри, там, не знаю, с палухами огня, весит, не знаю, там, 40 тонн, вот такого вот там, ну, объёма. И какие у него там чувства? А у него там ужас перед жизнью. Я спрашиваю, какое чувство доминирует в этом опыте? Я могу провести, если у меня есть время, я могу провести некую, ну, работу. Я могу понять, что этот ужас перед жизнью, потому что жизнь сейчас очень не, ну, огромная степень неопределённости, максимальная степень неопределённости, что я с этим соединился, с опытом всего человечества. Могу эту работу не делать, если мне нужно быстро, а нам сегодня нужно быстро. И я рассказываю вам эту практику дольше, чем она делается на самом деле. Итак, какое там чувство, ну, страх перед жизнью? Вы скажете, а я не могу определить, какое там чувство? Ну, и Бог с ним. Спросите ещё, а как эта штука относится ко мне? И вы увидите два опыта. Там будет только два опыта. Первый опыт, эта штука сама меня боится. Или эта штука, ну, боится, что её увидели. Или эта штука, не знаю, там, сердится на меня. Нормальные человеческие чувства эта штука ко мне испытывает. Когда мы это слышим, когда мы это осознаём, мы очень сильно успокаиваемся по отношению, и даже если это какое-то огромное чувство. Но бывает так, что эта штука хочет мне смерти. Она меня ненавидит, она хочет мне смерти. Это пугает. Но хочу рассказать вам, что вот это пугающее желание мне смерти и ненависть ко мне означает, что источник этой штуки, извините, что я называю её штуку, но самое такое удобное обозначение, находится очень глубоко в прошлом, и тот, кто был автором этого чувства, умер. Отсюда её желание, чтобы я умерла. Она ко мне никакого отношения не имеет. Она просто хочет вернуться туда-обратно. Мы не будем с вами возвращать предкам их, ну, или там, давно умершим людям это чувство. У нас с вами скорая помощь работает. То есть наша задача сейчас, ну, всё это растворить. По своим силам мы можем сделать, ну, две вещи одновременно или можем сделать одну из двух вещей. Первая, самая простая, это свет, любовь и кислород. Свет, как, ну, белый свет из моего сердца, любовь, какой-то золотой поток и кислород, как такие голубые, не знаю, там, шарики. Свет, любовь и кислород, это означает, что я, если я даже не знаю, как, где, ну, где поражение. Кислород – это про тело, свет – это про сознание и любовь – это про сердце. То есть если даже не знаю и не буду узнавать, и мне не надо узнавать, я могу туда направить, ну, что-то, что активизирует гормоны жизни. То есть это метафора, свет, любовь и кислород, но на физическом уровне, на нейрофизиологическом уровне этот участок мозга бомбардируется гормонами жизни. Может быть, у меня недостаточно сейчас сил, может быть, у меня недостаточно сейчас, ну, света, любви и кислорода. У меня недостаточно… То есть я делаю, а практика не получается, говорят мне клиенты. И много-много, там, десятилетий назад, но в этой практике появился дополнительный помощь. Призовите божественное присутствие. в том форме, в какой она близка вам. И направьте, ну, чтобы свет божественного присутствия исцелил эту часть. Нейрофизиологически это активизируется гипоталамус, высший участок мозга, который работает на сверхвысоких частотах. Пока свет, любовь и кислород, мы работаем, ну, из серединного участка мозга. Когда мы говорим, призываем божественное присутствие, даже если вы ни в какого Бога никогда не верили, и не верите и не собираетесь верить в ближайшие пару жизней, то понимание, что призывание божественного присутствия активизирует ваш гипоталамус, ну, решает для вас вопросы, ну, с вашим сознанием, который говорит, Бога нету, кого я там позову, никто не поможет. Ну, вот вы можете верить в это сколько угодно, но когда вы призываете божественное присутствие, активизируется ваш гипоталамус, и этого для ученых достаточно, чтобы увидеть, как это работает. Вы призывали божественное, и туда наливается, ну, белый, чистый белый свет, который в течение максимум 15 минут не оставит следа от этих 10-40 тысяч тонн. Магия. Магия или наука? Магия остается магией, пока ее не объяснила наука. Ну, вы знаете, что вся наука, ну, в конце концов, ну, как сказал Кант, Гегель, что я был всегда гностиком, я всегда верил, ну, в науку, пока, ну, не дошел до точки, где живет только Бог. Верить или не верить, это, ну, сейчас не, не тема нашего разговора. Хотя, если бы вы были с нами, с Аней, очень хорошо знакомы, или особенно знакомы со мной, то я бы вам говорила что-то совсем другое. Я бы вам говорила, что вера в Бога это единственное, ну, реальное спасение, которое дает тотальную защиту. И чем больше ваш контакт с Богом, чем больше ваша вера в божественную помощь, это не посадит вас на попу ровно, знаете, как в анекдоте, когда, помните, человек сидел на крыше, потоп, проезжали там, лодка ему, говорили, что мы тебя заберем, он прилетал в вертолёт, и, ну, наконец он утонул, приходит к Богу и говорит, я же тебя верил, ну, а ты мне не прислал, ты меня не спас, он говорит, идиот, я тебе всё присылал, стою, не воспользовался. Вера в Бога не посадит вас на попу ровно, наоборот, вера в Бога даст вам очень много энергии для жизни. Но сегодняшний эфир пока не об этом. Если после этого эфира внизу вы нам напишите в комментах, расскажите, как построить свои отношения с Богом так, чтобы находиться всё время, всю жизнь в зелёном коридоре или в состоянии синхронистичности, это называется, когда вы, ну, не находитесь, ну, никогда не находитесь в эпицентре напряжения. Если вы захотите, мы с удовольствием сами, ну, сделаем на эту тему или мастер-класс, или эфир, ну, как карта ляжет, если у вас к этому есть какая-то склонность. Хочу двинуть вас дальше. Пока поставьте, пожалуйста, сейчас меня слушает много людей, поставьте, пожалуйста, плюсики, если то, что я говорю, становится для вас ясным, понятным, простым. Прием. Я тут, я просто читаю, я увидела, что здесь куча людей пишут всякое, а я еще не вижу этого. Я просто пролистываю. Да, теперь я смотрю на ваши плюсики. У меня есть вопросы, ты мне скажешь, когда можно задавать? Уже. Хорошо, смотри, вот я сегодня усынула. Слышно меня, Яночка, ты не... Есть? Когда ты находишься в эпицентре событий, когда с твоей жизнью прямо здесь и сейчас происходят какие-то очень сильные вещи, да, как вот сохранять вот это состояние включенности в жизнь, потому что я сегодня делилась у себя на эфире, это то, что невероятным образом помогало мне, то есть я все время была в нужном месте, с нужными людьми, и я чувствовала, как много во мне жизни включается и наливается при этом. И я могла этим делиться, то есть его не становилось меньше. И я хотела, то есть я многому научилась в этом месте у тебя и хотела, чтобы ты поделилась, что можно сегодня дать с этой темой. Что рассказывала ты, чтобы я не повторялась? Я ничего не успела рассказать. Давайте я дам вам таких четыре точки, на которые вы можете опираться в своей жизни, именно таких экстремальных, то есть на них можно опираться не только в экстремальных ситуациях. Напоминаю, что на это можно и нужно опираться в любой момент жизни. Потому что даже в самое мирное время, ой, прямо такой вопрос хороший, а что делать, если часто бываешь в точке ноль и принимаешь решение не для своего блага, для блага других? Спасибо, это одна из четырех точек. Мы с тобой живем в этой синхронистичности уже достаточно много лет, мы знаем, как это работает в мирное время. И мы знаем, что в мирное время, когда все вокруг как бы хорошо, рядом с нами параллельно живут люди, у которых все есть, есть семья, муж, деньги, и они находятся в постоянном состоянии страдания. Да или нет? Да. Это наши клиенты, люди потом уходят из этого состояния, становятся нашими постоянными клиентами, уходят от нас, потому что решают все свои вопросы. Но в момент кризиса, то есть то, что я буду сейчас говорить, работает как в мирное время, так и в кризис. Просто в кризис цена жизнь, а в мирное состояние, в мирном времени это быть включенным в жизнь, иметь деньги, иметь семью, иметь здоровье, иметь, не знаю, там, друзей вокруг, иметь любовь. А здесь, ну, сейчас это вопрос жизни. Итак, пункт номер один это любовь к себе. Неожиданно. Почему? А, ты издеваешься. Ты издеваешься, потому что я всем, ну, я же всех учу любовь к себе, любовь к себе. Я желаю себе счастья. Да, расскажи, расскажи, как это видишь ты, ты же видишь это необычным образом, ну, не так, как рассказывают все. Да, а как, я просто не знаю, как рассказывают все, я на всякий случай других не слушала никогда. Ну, расскажи, как у тебя, пару слов хотя бы, пять минут. Хорошо. Любовь к себе, это когда я выступаю по отношению к себе невероятно любящей мамой и папой. О. То есть абсолютно прагматичный ответ, когда я самая любящая мать и самый любящий отец, ну, для самой себя. я на своей стороне, ну, 24 часа в сутки. И я выму из своего рта круассан, если это вредно для моего здоровья, как любящий отец. И я налью себе полезную мачо, мачо, потому что это полезно для моего здоровья, как любящая мама. Я уложу себя спать, я сделаю себе массаж, ну, потру, укутаю себя, как любящая мать. Я подниму себя за шкирки и заставлю приседать, греться, делать физические упражнения, как любящий отец. Без купю. Без, без, о, боже, бедная сиротинка Хася, мне так тебя жалко. Вот это не любовь. Ну, это признание того, что я не выживаю и я не справляюсь. То есть, обратите внимание, сейчас на эфире у нас здесь нету долго времени об этом говорить, но запомните, что любовь к себе и жалость к себе это антитезы. В основе жалости к себе лежит идея, что тот, кого я жалею, но он не справляется с жизнью. То есть, он жертва, он умирает. И поэтому, ой, я бедная, несчастная, пойду себе куплю еще что-то или я бедная, несчастная, не знаю, всю еду, потому что мне надо себя там, ну, пожалеть. Это усиливает, это кормит в прямом смысле жертву внутри человека. То есть, у нас есть такая субличность, тело боли, как говорит Эдхард Толли, она называется жертва, а жертва – это та, которая не справилась с жизнью и сдохла. Это наша часть, которая хочет сдохнуть. Обратите внимание сейчас на эти слова. у нас есть живая внутри субличность, которая работает против нас. У нее, ну, ее идея, что я не справилась с жизнью и сдохла. Вот это жертва, это ее внутреннее содержание. И если я говорю тебе, бедная дядечка, мой дядечка, вот эти чудески, страшные ситуации, как сама случилось такое? Я ее кормлю. Или я кормлю свою жертву тем, что ненавижу всех тех сволочей, которые меня в эту жертву загнали. Но эта жертва жила внутри меня. Он, Кучин пишет, что любовь к себе – это я. Что он имеет в виду? Не знаю. Это наш любимый Юрка Кучин. Итак, обратите внимание, хотите, мы сделаем специальный эфир про жертву. Как выглядит тело жертвы, как оно внутри работает и как оно заставляет ненавидеть всех, кто меня туда загнал, в эту жертву. И сегодня уже голоса ненависти поуспокоились немножко. Но если они у вас еще не успокоились, обратите внимание, откуда мы ненавидим. причем наша ненависть будет обращена не как мы красиво говорим, что наша ненависть обращена к врагу, который топчет нашу землю, если я говорю про украинскую аудиторию. Или про нашу ненависть, если говорить про русскую аудиторию, тем, кто объявил санкции, или тем, кто нас сейчас ненавидит, весь русский народ. Нет. ненависть будет просто искать, кого бы ей ненавидеть. Ей все равно кого ненавидеть. И многие хорошие люди сегодня говорят, я не хочу ничего писать на фейсбуке и в инстаграме, потому что я пишу правду, а меня поливают этой ненавистью, но я не осуждаю тех, кто поливает ненавистью. Я просто хочу показать вам, что ненависть ее корень в жертве. Жертва, которая внутри себя согласилась, что она умрет, точнее, нет, а что она сдохнет, она ненавидит всех, кто не сдохнет. Она ненавидит всех, кто якобы ее сюда загнал в состояние жертвы. Но состояние жертвы жило внутри нас. И сейчас оно ну но напоминаю вам, что жертва это та, кто работает против нас с вами. Да. Жертва это та, кто работает против нас. Жертва это та часть нас, которая согласилась, что у нее ничего не выйдет, что у нее ничего не получится, и что она проиграла уже заранее, и она сдохнет. Она может сдохнуть на уровне физическом, и она не подавится. Она может сдохнуть на уровне отношений, на уровне успеха, на уровне комфорта. Ей все равно на какую тему сдыхать. Ей главное сдыхать. И вот это жалость к себе кормит жертву. Ненависть к другим кормит жертву. Ненависть к себе кормит жертву. И я что хочу вам сказать, ну, вот такой вот, ну, международный знак. Запомните его. Интернешнл. Да, интернешнл знак. И я говорю своей жертве, заюшка моя, моя кошечка, моя Любочка, если вы можете ее достать у себя, свою жертву, ее не надо троллить, ее не надо ненавидеть. Ее можно точно так же, форма, цвет, размер, вес, ну, что ты там излучаешь, с ней можно точно так же работать, как с любой-любой частью своей психики. И когда она становится меньше, там же куча энергии. Энергия, как вы помните, по закону сохранения энергии никуда не девается, она всегда ваша. Эта энергия норадреналин, так устроена биохимия мозга, норадреналин снова становится дофамином. И чем меньше ваша жертва, тем больше ваше сознание победителя. И тогда вы говорите себе, тогда вы становитесь охотником за своей жертвой, потому что у нее находятся лучшие ваши гормоны жизни, самые сильные, самые, ну, то есть базовый дофамин во время стресса, если мы решили умереть, становится норадреналином и начинает нас убивать. Гормонов смерти внутри человека отдельных не существует. В эзотерике вам скажут, что человек рожден для счастья. Поставьте плюсики или сердечки, если вы читали эту сентенцию, ну, эту мудрость. Человек создан для счастья, как чисто для полета, ну, Бог создал человека по своему образу и подобию, бла-бла-бла, мы все это слышали, но ученые знают об этом нейрофизиологически, что у нас нету внутри, в основе нашей гормональной системы нету гормонов смерти, норадреналин, норадреналин появляется или модифицируется из дофамина, когда мы решаем, что мы проиграли и что мы бедный несчастный зайчик и хотим умереть. Это как бы отвлечение, ну, я рассказываю вам четыре пункта, и так сильно отвлеклась. Итак, ну, отдельно положим нашу жирненькую жертву, ну, положим ей сердечки, которые вы тут рассылаете, наполняемые светом, любовью и кислородом, ну, пусть худеет, а мы достаем наш гормон, ну, то есть нашего победителя, нашего счастливого внутреннего ребенка, наше сознание Творца, как хотите его называйте. Это вторая точка? Это первая точка. Любовь в себе, это выращивание в себе, ну, сознание победителя или сознание Творца, или счастливого внутреннего ребенка, как, ну, в каких-то психологических школах говорится, или расширение своего сущностного Я. Это все, это синонимы, ребята, синонимы одного и того же процесса. Для того, чтобы любить себя, вам нужно, ну, один ингредиент, желание, ну, стать себе самой, папой и мамой. Что происходит в этот момент? Вы становитесь взрослым. Боевые действия и кризис, ну, это великолепный способ стать взрослым. Ну, как ты писала сегодня, ну, на эфире, рассказывала, что, в общем-то, тема эфира у тебя была, как опереться на самого себя. Да, я говорила, что это шанс повзрослеть для всех. И так всегда происходит во время кризиса. Давайте я еще долью масло в огонь и скажу, что вот это в сознание жертвы, это тот маленький ребенок внутри нас, который до сих пор не вырос и решил не вырасти, и мы остались там в таком, ну, в состоянии сдыхания, в надежде, что придет мама и нас спасет. Это, чтобы вы понимали, как оно вырастает или как оно появляется и почему оно такое большое и сильное. Надежда, что придут и спасут кто-то нас. Это не про то, что во внешнем мире мы не просим помощи, когда нам плохо. Это внутренняя надежда на принца на белом коне, придет дядя, придет божественная и всех накажет. И Бог на нашей стороне говорят одна сторона, Бог на нашей стороне говорит другая сторона. Вот это все детские инфантильные позиции. Итак, что мы делаем? Пункт номер один. Мы вырастили в себе, ну, любовь к себе. Работает? Работает. Пункт номер два. Когда я начинаю заботиться о других людях, когда я свое сознание расширяю на интересы не только себя, но и интересы других, когда я свое выживание, когда я свою жизнь соединяю с некой группой людей, о которых я заботюсь и которым я помогаю, происходит чудовищная вещь для нашего стресса. Но настолько чудовищная и настолько ужасная, настолько отвратительная и мерзкая, но что наш стресс говорит нам не делай этого. что происходит? Это реально катастрофа, ребята. Когда я заботюсь о куче, то есть о ней не надо заботиться, ну просто, она взрослая, но если бы, например, хорошо, хорошо, ну ладно, ладно, она часть моей семьи, она часть моей команды, когда я заботюсь о своих близких, о своем ближнем круге, а ближний круг может быть 9 человек, 30 человек, планета Земля, зависит от уровня вашего сознания. У вас зарабатывается дофамина на всех этих людей. Хорошая новость, я все время переживала, что 9 человек у меня не вмещается. Как я оставлю остальные? 9 человек это ближний круг, с которыми ты из жизни в жизнь путешествуешь. и так, когда вы хотите, чтобы не только я жил, но и жили вот эти самые еще люди, и жили хорошо, и жили классно, и с ними было все в порядке, у вас начинает вырабатываться дофамин на себя и на того парня. Любая женщина понимает, как это работает. у женщины ну в миллион раз, ну там в миллион, а в миллионы раз больше вырабатывается дофамина, чем у мужчины. У нас это потому, что про детей, потому что если дети чьи-то погибнут, мы их будем воспитывать, потому что еще есть скотинка, курочки, поле, деревья, собачка, кошечка, да, то есть село, деревенька, которое только если вместе мы живем, ну, то мы же, выживаем. То есть для женщины понятно, как это растягивается наше сознание. И очень интересно, когда это сознание растягивается у мужчин, у них тоже есть эта способность. Это называется патернальность. Это самый высокий уровень у мужчины. И когда мужчина получает доступ к вот этой патернальности, когда он реально заботится о себе и о каком-то сообществе, у него, когда у него вырабатывается так много гормонов в жизни, он становится в своем сознании на уровне Бога, потому что в нем есть мужское, которое убивает, защищает, охраняет, и женское, которое сохраняет. У него есть доступ внутри себя ко всем ресурсам. То есть его левое по ушаре полностью, ну, и правое полностью полагаются друг на друга. Ему больше не нужно обожание со всех сторон. у нас это когда лидер, например, становится унифицированным, ему больше не нужно, чтобы его любили, чтобы его почитали, то есть он полностью независим от эго. Да, это сейчас очень встречается. Да, да. И не обязательно, что это великие политики или великие полководцы. Это наш Юра Кучин, который, ну, вот сейчас, который и в мирное время заботился о себе, о семье и о всех наших клиентах и держал весь наш курятник в порядке. Ну, и сейчас он делает то же самое. То есть мы и знаем этих людей. И, конечно, это... Да. Хочу сказать, что в четверг, каждый четверг в 12 часов я тебя смотрю. Будет вопрос-ответ. Вдруг кто не в курсе, кто только присоединился, то в четверг ты продолжишь. Спасибо. Пора заканчивать, да, уже? Да. Скажи еще две точки и ты их договоришь в четверг. Я хочу сказать еще, что у меня есть школа мастеров. У меня уже четвертый выпуск идет. И мы для наших клиентов организовываем бесплатную помощь. Мы сейчас это, ну, выложим на носители, чтобы вы увидели, куда обращаться, кому писать. Мы будем вам помогать, когда вам сложно, когда вам нужна помощь, поддержка. Это то, что, ну, мои ребята, которых я выучила, они очень классные, они все вот такая же позиция, как и у меня. мы будем готовы вам помогать. Третья точка. Третья точка называется «Счастливое будущее». И очень хорошо об этом написал, естественно, доктор Франкл. То есть ему принадлежит прямо описанная, пошагово мысль о том, как глубоко греет вот это представление о будущем, о том, как когда-то, он писал, говорил, он был в концлагере, может, вы знаете эту историю. Он был в концлагере. В концлагере. Психолог. Психолог. Он был известным психологом до концлагеря. И когда он пошел в концлагерь, а он сознательно туда пошел, он мог уехать, его предлагали уехать в Швейцарию. Он там организовал такое движение помощи. И другие психотерапевты, которых он нашел в концлагере, и простые люди, помогали другим людям. Этот пункт номер два, я вам говорила, и то, что он изобрел, это был смысл. Он понял, что люди, у которых есть смысл жить, у которых есть видение будущего, зачем им выжить, что прекрасное они хотят увидеть или получить, или рассказать, или сделать в будущем, это что-то очень простое может быть. Обнять семью, посадить цветы, восстановить город, вернуться домой и поесть вкусную еду. Это будет что-то, что абсолютно реально для каждого из нас, не поддается корректировке, и это не нужно иллюстрировать. Я хочу вернуться в Киев, в свой родной любимый город, потому что там меня ждет красная сумочка Шанель. Вы можете ржать надо мной всю вашу жизнь, но меня моя сумочка греет. Да, я сейчас прямо расплачусь. Я читаю сейчас его книгу «Скажу жизни, да», и он говорит, что когда они впадали в эти воспоминания, они на самом деле не вспоминали праздники или какие-то сильные события, они вспоминали обычные будни, но то, что мы не ценим в обычное время. И то, о чем я думаю, это о том, как я буду гулять со своей собакой вокруг озера каждое утро. То есть что-то невероятно вкусное, простое, элементарное для нас, для нашего сердца. И знаете, что происходит? Когда мы это будущее для себя увидели, я тоже себе говорю, что я тот человек, который, наверное, в списке людей, которые умеют ценить жизнь, наверное, я бы заглавляла этот список в своем собственном представлении. То есть я не знала человека, кроме своих духовных учителей, которые так любят, умеют наслаждаться моментом, как я. Но эта история, когда мир в таком развале находится, эта история помогла мне увидеть этот мир еще глубже, с еще большей любовью. И я туда, в свое будущее, кроме этой сумочки, вижу невероятную огромную просветительскую деятельность. То есть я сейчас хочу, у меня есть такая супер мечта, супер цель, чтобы все люди на земле получили просветление. Это то, что меня просто, ну, не знаю, ради этого я живу. Еще раз, что-то очень простое или очень великое вообще значение не имеет. Имеет значение, что это большая, вкусная этот смысл начинает давать вам энергию, то есть будущее греет ваше настоящее. И четвертый шаг это находиться в реальности. Понимать, что со мной происходит, делать некие действия, понимать, мне надо оставаться или мне надо ехать. То есть слушать самого себя вот в этот реальный момент. Быть с собой в контакте, да? Быть с собой в контакте, с собой и с реальностью. А с реальностью? С реальностью. То есть с собой мне помогает любовь к себе. Любовь к себе помогает мне слушать себя. И любовь к себе позволяет мне слушать реальность, быть в контакте, не уходить в мечтания, не уходить в фантазии, не уходить страдания, страдания, в амёбу. А быть в контакте и улучшать, и улучшать, и улучшать все, что можно. Если улучшать, это просто лежать головой в сторону взрыва, то значит я буду лежать максимально ровно в сторону взрыва. Если улучшать, это позаботиться о том, чтобы подушечка в бомбоубежище была мягче, значит это сделать. Или я нахожусь, не знаю, я нахожусь в безопасности, я нахожусь в Риге, моя синхронистичность сработала так, что я за три недели до войны улетела в Арабские Эмираты и когда началась война, слава богу, еще не было в Украине, мой рейс отменили, я сейчас в Риге в безопасности, у сына дома, розы стоят подаренные на 8 марта. Я лично в безопасности, но здесь, в этом месте, я не впадаю в эйфорию, я думаю, что я могу сделать другим людям. Как я могу улучшить свою жизнь здесь сама, как я могу помочь этому сообществу, как я могу помочь своему сообществу в Киеве, в Украине, в мире, всем своим клиентам. Вот это быть в контакте с реальностью. Вот это четыре шага, четыре уровня психики, когда они задействованы, с вами никто ничего не может сделать. Класс. Диана, тут Юра писала, когда у нас еще будут эфиры. В четверг у тебя вопрос-ответ. В четверг в 12.00 на моем YouTube-канале будет вопрос-ответ. Он будет про деньги. Меня просто все спрашивают, что делать с деньгами, что делать с бизнесом. Я понимаю, что для кого-то этот вопрос начнется через месяц или через две недели. Но этот вопрос сейчас острый. У меня очень хороший портфель. Я кризис-менеджер, который очень много работал для компании, для людей. Это шестой кризис в моей жизни. Рекомендации будут с учетом наших реалий, но они все равно все одинаковые. Итак, в 12.00 мы будем говорить о деньгах. Запись останется на YouTube-канале. И когда вам будет уже нужно будет позаботиться о своих деньгах, а очень скоро нам этот вопрос станет очень остро, вы сможете посмотреть, послушать, написать там комментарии. Я все читаю. Все, что я не читаю, читает Юра или наша команда. Мне все рассказывают. Я на все отвечаю. Просто когда ты сразу присутствуешь, можно как здесь задавать вопросы, правильно? Конечно. В этом же фишка, что могут ответить на твой вопрос. Их имеет смысл подготовить. Да, потому что давайте... Сколько у нас секунд осталось или минут? Три минуты, пять. Хорошо. Сейчас все, кто вот 96 человек, закройте глаза, пожалуйста. Слово благодарю, я уже услышала. Закройте глаза. И просто послушайте, что у вас есть дыхание. Вдох и выдох. Оставьте свое внимание на дыхание. Пусть ваш тревожный ум займется анализом дыхания. Оно начинается на кончиках ноздрей, потом опускается куда-то в животик или в грудь. Выходит из носика, теплым или холодным. Осознавайте свое дыхание. Ум будет пытаться уходить. Возвращайте. Ум не хочет держать концентрацию на дыхании, потому что дыхание говорит правду, что я живой и со мной все в порядке. А ум хочет, что стресса и волновались за свою жизнь. И прямо сейчас, пока вы держите внимание на дыхании, позвольте себе почувствовать, как божественное присутствие втекает вас в кончики пальцев, в темечко, вместе со вздохом. Вливается в грудную клетку, как любовь. Заполняет ваши стопы, из земли из земли поднимается, в копчик заходит. Каждую частичку тела, во все ваши семь энергетических тел вливается божественное присутствие, которое дает защиту, безопасность, несокрушимое спокойствие. Вы можете наблюдать, как тревога, напряжение тают в этом потоке божественного, потому что высокие частоты поглощают низкие частоты. это физика, ваше дыхание, ваши стопы, копчик, гениталии, матка, темечка, плечи, пальцы, спина, спиной, мозг, все семь энергетических тел, грудная клетка, ваше духовное сердце, ваше физическое сердце. И весь ужас, страх, паника, тревога, спешка, недостаточность, дефицитарность, жестокость. Все одинаково, легко растворяется. Потому что природа божественного – это любовь. И всем своим существом согласитесь со своим желанием быть в любви, потому что это состояние дает безопасность. Ваш ум может говорить вам, что когда вы наполнены любовью, вы такая слабая, беззащитная. Нет. Любовь – это протектор, любовь – это щит. Божественная любовь – это не то, что мы чувствовали, когда влюблялись в мужчину или любили своего ребенка. Там была влюбленность. А то, что вы сейчас можете чувствовать – это такое красивое состояние. Даже не когда я хочу жить, а я живая или я живой. Когда вы приглашаете и пускаете в себя божественное присутствие, у вас вырабатывается столько дофамина, что хватит на всю планету, то, что Анечка говорила, что такая была любовь в сердце, что разливалась на всех, и ее становилось только больше и больше. И сейчас, если у вас есть такая возможность, позвольте себе чувствовать вот эту любовь божественного, как любовь божественной мамы и папы. Они наделяют вас разной силой, разным качеством. Если отец делает вас успешным, то мать делает вас защищенной или защищенной в тотальной безопасности материнской энергии, чтобы вы просто не оказывались в том месте, где вам угрожает ваша жизнь. Это природа женской энергии и природа отцовской – это противостоять, защищать, совершать духовно правильные действия, когда мы тратим очень мало энергии и получаем максимально эффективный результат. Позвольте себе эту практику сделать потом, когда закончится эфир. И сейчас поблагодарите божественное присутствие, сложите руки на груди, скажите своим божественным родителям вашу благодарность, любовь. И пусть этот поток продолжается. Мы заканчиваем эфир, а поток пусть продолжается. Это самое ценное, что вы можете сейчас получить. И поставьте нам, пожалуйста, от 1 до 100 Санечкой оценки. Как вам? Как вам это было? Наш разговор, наша практика? Я ставлю максимум. Я тоже. Получила много удовольствия. Спасибо, Диана. Хочу сказать, что у меня всегда один и тот же эффект от твоих тренингов, семинаров, от коучингов, консультаций. Очень сильное желание жить. Такое все время, как этот, доп. Юра Кучин спрашивает, хотите совместный эфир на Ютубе? Конечно, хотим. Конечно, хотим. На следующей неделе. На следующей неделе. Проведем, напишем. Долгожданное облегчение пишет. Аллочка, обнимаю, обнимаю. Аллочка, наша Писа. Тут вообще столько наших девочек знакомых. Юлечка. Уверена, мы встретимся еще на разных совершенно проектах. У Дианы есть невероятные коучинговые программы. Пишите, приходите, чтобы чувствовать этот ресурс. Я была просто, доставила в этих всех очередях, пока нам продлили время, не знаю, как это получилось. Я хочу сказать, что я чувствовала невероятную благодарность и пользу всех моих тренингов по сексуальности, которые я у тебя посетила. И всего-всего. Я чувствовала, что включились все, все навыки мои включились. Вот оно зачем мне надо было, оказывается. Я хочу две секунды все закинуть. Вот у меня кто-то упрекал, ну, две недели назад, у меня упрекала одна женщина. Она говорит, ну, Диана, мне противно, началась война, а твои девочки дышат маточкой. Это все так отвратительно, это все ужасно. Причем у тебя там в чате и русские, и украинцы. Ну, это все ужасно. А я хочу сказать вам, откуда взялись эти сексуальные практики. Они взялись не из мирной жизни. Все эти практики пришли в женский мир именно из этого мира, в котором такой огромный кризис, в котором женщинам нужно было выжить и нужно было, чтобы осталось живо их дети, их семьи. Эти все практики, ну, пришли из этого мира, в котором существует война и угроза жизни. Если бы женщины жили, ну, в прекрасном мирном мире, знаете, в таком золотом веке, ну, нам бы не нужны были эти сексуальные практики, мы бы и так справлялись. Эти практики усиливают в нас, невероятно усиливают в нас способность быть живой, способность наслаждаться в моменте, чем бы ни был этот момент. Вот красивый Николаша прибежал, и это наслаждение. Я вас целую всех. Спасибо. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайки, это обязательно надо сказать, чтобы мы все не потеряли. Подписывайтесь, ставьте лайки и, пожалуйста, пишите в комментариях, какую тему вы хотите, мы проведем следующий эфир с Анечкой. Пока. Спасибо. Я сохраню у себя эфир. Пока.